В эфире выпуск новостей. В студии Наталья Стофеева. Здравствуйте. В Украине зафиксировали сразу два антирекорда коронавируса – 22 415 инфицированных и 546 смертей. Это самые большие показатели в стране за все время пандемии. Стоит отметить, что в 2020 году количество смертей ни разу не превышало 300 человек в сутки. Самое большое количество новых случаев инфицирования зарегистрировано в Житомирской и Львовской областях. Одесский регион также в тройке антилидеров. За сутки 1528 новых заражений. 27 пациентов умерли от осложнений болезни. Официально красная зона введена уже в шести регионах. Еще семь находятся на пороге красной зоны. Речь идет о Житомирской, Луганской, Львовской, Николаевской, Ровенской, Хмельницкой и Черновицкой областях. Из-за сильных порывов ветра в Одессе упало около 30 деревьев и больших веток. Есть и пострадавший. На французском бульваре веткой задело мужчину. Ему оказали медицинскую помощь. Не повезло и автовладельцам. В разных районах города повреждены несколько машин. Сразу четыре побитых автомобиля. Из-за сильных порывов ветра тополь упал на припаркованные машины на улице Адария. Обошлось без жертв. На французском бульваре упавшее дерево придавило сразу пять автомобилей. При этом ветки зацепили мужчину. Ему оказали помощь на месте. На черемушках дерево упало на рельсы и перегородило путь десятому трамваю. Также деревья падали в районе площади 10 апреля. По прогнозам синоптиков, порывы ветра достигали 24 метров в секунду. В Одессу прибыло научное исследовательское судно «Бельгика», которое Украине подарило Королевство Бельгия. Ранее оно находилось в составе морской компоненты Королевских Вооруженных Сил Бельгии. Сейчас будет базироваться в Одессе и более четырех раз в год осуществлять экологический мониторинг Черного моря. Судно «Бельгика» вышло из бельгийского порта Зейербрюги ещё 10 октября. Акваторию Одесского порта пересекло в четверг утром. На борту находятся пять лабораторий – рыболовецкое, гидрологическое, химическое, биохимическое и микробиологическое. Во время следования через несколько морей украинские учёные успели сделать уникальные исследования. До сегодняшнего дня, наверное, уже никто не проходил вдоль всей Европы, через Атлантику, вдоль Средиземного моря, Браморное море, Чёрное море, такие делали уникальные исследования, как на токсические вещества, на рассорённые в воде ДНК, на микроплатик. То, что на сегодняшний день… То есть, мы использовали настолько территориальные технологии, что некоторые из них, по своей сути, являются экспериментальными. Бельгийка должна поступить в распоряжение научного центра экологии моря. Украинские учёные заявляют, такого судна в водах Чёрного моря ещё не было. Основной его достоинств заключается в том, что с его помощью можно закрыть практически все индикаторы в соответствии с Европейской директивой помощь по истратению. То есть, например, здесь есть такие уникальные виды лепёдок, которые с помощью которых можно трали, научное траление. К сожалению, последние лет 20 на Украине, ну, по крайней мере, в Чёрном море этого вида исследований как такового нефта. Станом, взагалі, на початок этого года, и даже на несколько месяцев назад, в Украине, взагалі, не было никакого научного исследовательного судна на ходу. Останний научный рейс в Чёрном море произошел в 2011 году, то есть, 10 лет назад. Останний научный рейс в Откритом океане произошел в 20 лет назад, в 2001-2002 году. Украина получила это судно от бельгийцев бесплатно. Как сообщили украинские учёные, европейские коллеги сделали этот жест с доброй волей для дальнейшего сотрудничества. Простаять в порту Бельгика не будет. В ближайшее время украинские учёные уже планируют череду исследовательских экспедиций по Чёрному морю. А именно, изучение биоразнообразия воды, загрязнение территории и наличие мусора и микропластика. Отдельным рабочим направлением является исследование сероводородной зоны в Чёрном море. Бельгика построена в 1984 году и находится в технически рабочем состоянии. Экипаж состоит из 12 учёных и 16 работников персонала судна. Злоумышленники придумали новое развлечение. Если раньше с автомобилей снимали госномера и потом за деньги предлагали их вернуть, то сейчас начали снимать зеркала. Если владельцы авто не намерены платить преступникам, то что они будут делать с зеркалами, непонятно. В четверг в Арварске были вырваны зеркала у машин, стоящих во дворах улицы Говорова. Заявления написаны, и одесситы ждут адекватных мер от полиции на такую ситуацию. Люди говорят, что аналогичные проблемы были с номерами, и тогда правоохранители крайне неохотно приезжали на вызовы, аргументируя это тем, что их отвлекают от серьёзных преступлений. Такой подход и даёт чувство безнаказанности преступникам, ведь в правовом государстве любое правонарушение неприемлемо и расследуется. А у нас пока преступники пишут пострадавшим записки про украденное имущество, которое они хотят вернуть за вознаграждение, и растёт статистика уголовных преступлений. Подытоживают наши собеседники. Одни из злоумышленники подделывали сертификаты вакцинации и ПЦР-тесты, другие их покупали, ставя этим под угрозу здоровья и жизни окружающих и нарушая закон. В Одесской области расследуют факты подделки документов, связанных с COVID-19. Девять фактов подделки документов, связанных с COVID-19, выявили одесские полицейские. Три из них с результатами ПЦР-тестов, шесть сертификаты о вакцинации сообщили в пресс-службе ГУНП. По всем фактам открыто уголовное производство. Ответственность за такие действия предусмотрена как для лиц, которые изготавляют и продают поддельные документы, так и для тех, кто в дальнейшем их использует. Правонарушителям грозит штраф до 17 тысяч гривен или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до двух лет. В четверг утром в сети появилась информация о нависшей над Одессой опасности облаке с высокой концентрацией оксида серы. Эксперты говорят, это фейк и рассказывают о реальной ситуации. Над Одессой движется ядовитое облако, сообщали утром фейковые новостные страницы. Якобы извержение вулкана на канарском острове Пальма стало причиной высокой концентрации оксида серы в атмосфере, и одесситам лучше не выходить из дома. Однако лишь часть этой информации соответствует действительности. На острове Ла Пальма, это Испания, все еще продолжает вывершение вулкана Кумбре-Вьех. И, соответственно, последними днями, за данными спутникового моніторинга, в территории Европы перемещаются воздуховые массы, у которых превышена концентрация деоксидов серы СО2. Но волноваться одесситам все-таки не нужно. Далекий вулкан пока не грозит нам экологической катастрофой, говорит эксперт. «Первышение цих концентраций деоксидов серы не в приземном шаре атмосферы, а в верхних шарах тропосферы, тобто на высоте 10-12 км и даже выше. Тобто, никакой безопасности нет, хвилюваться все же не стоит, так как біля приземного шара атмосферы, то есть в воздухе, которым мы все дыхаем, нет перевышения концентраций СО2». Что же касается этого так называемого «облака», оно способно повлиять лишь на качество осадков. И то в минимальной степени считает эксперт. «По прогнозам специалистов, очень скоро ядовитое облако сдует ветрами. Синоптичная ситуация сейчас динамична, у нас погода ветряна, соответственно, можно предупреждать, что эти поветренные массы с перевышением деоксидов серы довольно быстро покинут территорию Украины, ориентированно в найближчую дубу, и будут смещиваться в Схидном направлении». Так что одесситам волноваться не о чем. С 21 октября в Одесской области действуют ужесточенные нормы межобластных перевозок. Теперь пассажиры обязаны предъявлять сертификаты о вакцинации или отрицательные ПЦР-тесты. Такие же документы должны быть и у водителей. Соблюдение новых правил контролируют сотрудники патрульной полиции. Для этого на въездах в Одессу размещены два спецпоста – «Централит» и «Дачная». Это спецпост «Централит». Здесь курсируют сразу несколько межобластных автобусов. С недавнего времени любой из них могут остановить правоохранители. Проверяют теперь не только наличие масок, но и ковид-сертификаты, либо же отрицательные ПЦР-тесты. Как отметила Алла Марченко, новые правила не распространяются на автобусы, которые курсируют внутри области. Идется про регулярные и нерегулярные перевезения автобусами, потом транспорт авиационный и железный. Еще акцентуется внимание на то, что перевезник несет ответственность за людей, которые находятся в салоне, у которых должны быть соответствующие документы. Подлинность сертификата полицейские смогут проверить с помощью специальных устройств. Все документы на данный момент занесены в специальную базу. Что до переверки сертификатов, которые есть у людей на руках, у каждого патрульного полицейского есть рабочие планшеты, в которых есть ряд необходимых баз, по которым они работают. И именно там есть уже такой додаток, за помощью которого и проверяется действие, законность каждого сертификата, который дают люди. А также, если человек используется додатком действия, там есть QR-код, который также можно проверить. Добавим, что из-за новых правил межобластных перевозок многие перевозчики уже отказываются выходить на маршруты. Что касается железнодорожных перевозок, то перед посадкой в поезд у пассажиров также проверяют сертификаты вакцинации или результаты ПЦР-тестирования. В Одессе изобретательный вор забрался в офис через пожарный люк и похитил 150 тысяч гривен. Но на этом его везение закончилось. Потратить деньги злоумышленник не успел, его задержали правоохранители. Дерзкая кража произошла в офисе на улице Бугаевской. Вор дождался конца рабочего дня и, когда сотрудники разошлись, залез на крышу и пробрался в помещение через пожарный люк. Внутри вор нашел сейф и распилил его прямо на месте. Там оказалось 150 тысяч гривен. Кроме денег, он похитил планшет и смартфон. С места преступления мужчина скрылся на автомобиле, но в бегах был недолго. Его задержали в Запорожской области. По факту кражи открыто уголовное производство. С 47-летнему подозреваемому грозит до 6 лет лишения свободы. В селе Пододесса сгорела частная баня. Люди не пострадали. Пожар вспыхнул в селе Александровка. На территории частного дома горела баня. Через полчаса огонь полностью потушили. Благодаря оперативным действиям спасателей, пламя не перекинулось на гараж, который находился вплотную к бане. Погибших и пострадавших нет. Вероятная причина пожара – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления. Отметили в ГСЧС. Программа «Великое будивництво» реализуется за счет налогоплательщиков. В Одесской области в нынешнем году должны были построить 17 объектов. До конца года чуть больше двух месяцев закончены работы только по восьми, сообщили в ходе брифинга. Программа «Президентская. Деньги налогоплательщиков». 9 из 17 объектов, запланированных на этот год, еще не завершены, отметили в облгосадминистрации. На сегодняшний день в рамках программы «Президента Украины. Великое будивництво» областной и державной администрации сформовано список 17 объектов. Это 6 скил, 5 садочков, 4 стадиона, 1 проект культуры и 1 палац спорта. Эти проекты все должны быть реализованы в 2021 году. На сегодняшний день закончены работы по восьми объектах. В рамках программы планируют и ремонт дорог. Ведь в Одесской области 86% дорог нуждаются в ремонте. Такую информацию предоставили в облгосадминистрации. Впрочем, автомобилисты об этом знают не понаслышке. «Потребует ремонту 4750 километров дорог, что складывает 85,9% от загальной протяженности. С чем это связано? Это связано с тем, что дорогая галузь на сегодняшний день развивается благодаря программе президента великого строительства, благодаря помощи уряду. У нас идут, скажем так, если сравнивать с прошлыми годами, очень значительные деньги на эти работы. А в прошлые годы на эту проблему не очень обратили внимание». В рамках программы президента великого строительства в области в 2021 году планировали отремонтировать 67,5 километров дорог. Это всего около полутора процентов от необходимого. «Першочерговое, на что мы уделяем увагу, это подъезды до школ, это подъезды до лекарств, до заводов, которые вырубляют хлеб, молоко, ну, первой необходимости продукта. Это первочерговое. Другое, на что мы обратим внимание, это на то, что мы связываем, у нас такой приоритет на сегодняшний день, это связать районный центр с районным центром, а потом районный центр с областным центром». По программе Украфтодор выделил на область почти полтора миллиарда гривен. Однако самой Одессе из-за этой суммы ничего не досталось. Деньги идут на реконструкцию дорог регионального значения. Одним из документов, которые открывает возможность посещать магазины, кафе, спортзалы, является справка о том, что человек переболел коронавирусом. 180 дней после выздоровления он может пользоваться теми же благами, что и привитые граждане. О том, как получить такую справку, мы узнавали в Центре первичной медико-санитарной помощи номер 3. Справка о перенесенном ковиде сегодня является одним из документов, разрешающих доступ в магазины, кафе и другие заведения. Кто-то, почувствовав недомогание, сделал ПЦР-тест и узнал, что у него коронавирус. Но многие просто лечились дома и анализы не сдавали. Тем не менее, справку о том, что перенесен коронавирус, могут получить даже люди, не обращавшиеся к врачу. Но для этого необходимо сдать тест на антитела, объясняет Елена Колоденко. Для того, чтобы доказать, что он переболел, он в лаборатории должен сдать тест на антитела к коронавирусной болезни, должен подойти к своему семейному доктору, и семейный доктор выпишет ему справку. Эта стандартная форма, она есть всегда. Единственное, что в додатке ДИЯ сейчас обещают сделать дополнительный функционал, для того, чтобы это автоматически подтягивалось в систему. И тогда мы уменьшаем количество бумажных справок. Тем же, кто почувствовал опасные симптомы, врач настоятельно советует сразу же обратиться к своему семейному врачу по телефону, а не ходить по улицам, подвергая опасности здоровье других людей. Очень важен маршрут пациента, чтобы определял врач. Если нужно делать какие-то дополнительные исследования, он должен сказать, где, когда и в какое время, для того, чтобы это было безопасно как для пациента, так и для тех людей, с которыми он может столкнуться на своем пути. Самолечение в любом случае опасно, а при ковиде особенно. Все назначения должны делаться врачом. И это очень важно. То есть, принимать антибиотики для профилактики осложнений абсолютно неправильно. Потому что есть определенные показания для приема антибиотиков. И одним из показаний это являются результаты общего анализа крови. Есть определенные изменения некоторых показателей. И только в этом случае мы принимаем решение о необходимости приема антибиотика. Прогулки на свежем воздухе, витамины – все это поддерживает здоровье. Но реальной профилактикой коронавируса является только вакцинация, настаивает специалист. Единственная профилактика вирусных заболеваний, таких острых сезонных грипп и коронавирусная болезнь – это, конечно же, вакцинация. То есть, все другие профилактические меры не являются, можно так сказать, актуальными. То есть, конечно же, кроме этого, ведение здорового образа жизни – это полноценное питание, это здоровый сон, это поддержание хронических заболеваний в стадии компенсации – это очень важно. Но если говорить о реальной профилактике, то это только вакцинация. Несмотря на то, что сейчас многие наконец-то осознали необходимость вакцинации и в пунктах выстроились очереди, врачи говорят – вакцины хватит на всех. Вакцины на сегодняшний день в городе три доступны – это вакцина Коронавак, это вакцина Пфайзер, это вакцина Астрозенека. Дефицита вакцины на сегодняшний день нету, поэтому все желающие вакцинироваться, пожалуйста, приходите, ждем вас. 29 гривен за доллар. По прогнозам аналитиков, украинцев к концу года может ожидать резкий скачок курса. Что способно повлиять на нынешнюю стабильность национальной валюты, нам рассказал столичный эксперт. Существенных изменений курса гривны по отношению к доллару украинцы не чувствовали уже давно. Даже в осенний период ожидаемого ежегодного сезонного роста не произошло, говорит президент Украинского аналитического центра Александр Охрименко. Как правило, в осенний период мы видим девальвацию. Но тут склалась такая ситуация, что фактически уже половину осени пережили, но ревальвации. Таких суттевых девальваций мы не видим. Есть большая уверенность, что действительно с таким курсом мы закончим год. Однако зависит это напрямую от ситуации на рынке газа. А в свете безрадостного и беспрецедентного роста цен аналитики уже предрекают скорый скачок курса. Если ситуация будет ускладливаться, рано или поздно Накнафтогаз должен будет купить газ за дорогие цены. И вот тут выникнет проблема. Потому что одно дело, когда купишь газ за 200 долларов, а совсем меньше, когда за 1200 долларов. Если Накнафтогаз будет купить очень дорогой газ, то может выникнуть ситуация, что нам просто не хватит валюты. И в таком случае валюту придется скупать. Причем в огромных количествах, объясняет эксперт. Таким образом, помимо подорожания газа, нас ожидает еще и рост доллара. А это приведет к еще большему росту цен на продукты и другие товары, говорят эксперты. Отопительный сезон не за горами. И даже если счета за тепло не повысятся, как утверждают чиновники, оплата отопления для многих семей – существенная статья расходов. Большей части людей, получавших субсидии в прошлом сезоне, ее начислят автоматически и сейчас. Но тем, кто ранее получал помощь на оплату коммунальных услуг в немонетизированном виде, сейчас необходимо предоставить дополнительные данные в органы социальной защиты. Таких домохозяйств в Одессе около 2000, рассказала в студии программы «Тема дня» директор городского департамента труда и социальной политики Елена Китайская. Субсидия тільки грошова, вона безготівкова вже не пересилаються цим постачальникам, які… Так, ні, це вже отримує людина на свой рахунок. Тому всі, хто отримує субсидію, вони знають, що вже субсидія не відображається в рахунках, як раніше було, коли люди ждали, що пільга або субсидія, там в рахунку це вказано, вони знали. Вони отримують рахунок на повну вартість послуги. Отримують грошову субсидію і самі оплачують житлово-комунальні послуги за тими рахунками, що їм надано. Не продліваються субсидії і тим, хто має долги за комунальні послуги. Ісключення – конфліктні ситуації в округ щитів за газ, які недавно отримували багато одеситів і жителів області. Якщо це стосується газу, якщо там борги виставлені в зв'язку з такою ситуацією, яка не відповідає дійсності, то це не буде впливати на призначення. Але при призначенні субсидії людина вже розраховується сама і при наступному періоді автоматично ми перераховуємо, якщо буде прийнята така постанова. На сьогодні, враховуючи карантинні обмеження, то для нас це вихід, бо ми чекаємо, що люди прийдуть. В цілому процедура получення субсидій сегодня максимально упрощена. О том, як в условіях красної зони получить матеріальну допомогу на оплату коммунальних услуг, Елена Китайська розкажет после новостей. Педагоги-хореографи із разных уголков України собрались в Одесі для участия в семинари-практикуме, который проводиться уже третий раз і стал традиційним. Лекції, мастер-класси, обмен опытом і многое другое. Подробності узнавали наші корреспонденти. Уже третья практична конференція педагогів-хореографів відкрилась в Одесі. Мастера-танці з разных городів країни приїхали, щоб поделиться опытом з колегами. Це всеукраїнський семинар, всеукраїнські курси повищення кваліфікації, які ми проводимо вже неоднократно. І суть в тому, що ми стараємося обучати на базі нашого центру, тому що наш центр є учебно-методичним научним центром, обучати не тільки дітей в нашій хореографічній школі, але ми взяли на себе таку мислю – обучати хореографів, для того, щоб все хореографи могли мати аттестат. Конференція двохдневна. В її рамках состояться множество мастер-классів і уроків. Подтвердженням полученого опыта в ході конференції є сертифікат, підписаний председателем Союза хореографів Владиславом Вантухом. Для організаторів конференції головна цель – розказати педагогам о тому, як потрібно работать з дітьми. Саме головне в обученні хореографії – це методика преподавання. То, що ми не учимо, як стати артистом балетли, ми учимо, як педагоги должны грамотно, методично обучати дітей. Тому що хореографія – це як і спор, він зв'язаний з здоров'ем. Хореографія – це тяжелий труд. Необходима хороша фізична форма, поставленне дихання, а також така черта характера, як упорство. Щоб педагоги могли грамотно наставлять своїх ученихів, організатори пригласили специалиста, який прочитав лекцію о фізичній підготовці. Це принципи дозування фізичних нагрузок, функціонального контроля, проблем развития двигательних навыків, ведь хореографія дуже багата различними движениями. Це є закономерція формування двигательних навыків, над которими вивця іноді преподаватель, не зная механізму формування, элементарно формування условних рефлексів по Павлу Івану Петровичу і известному ученому. Развиватися в хореографії помогає усердие і правильний підход к преподаванню, говорять учасники семінара. Не повинна бути правильне не переконання, а подача. На жаль, я ж знову повертаюся, що дуже багато зараз викладачів, так сказати, в лапках, які беруться за викладання хореографії, подивившись по інтернету, в школах, в приватних гуртках, громадських об'єднаннях, і неправильно ведуть цей навчання. І тому хлопці зачастую стыдаються. А це, по-барше, і естетика, і етика, і здоров'я, і спілкування. Якщо в перший день конференції основне внимання уделялось теорії, то второй буде почти полностью посвящён проведению мастер-классів. І в завершении выпуска напомним, що показалось важним в этот день нашим корреспондентам. В Одесу прибыло научно-исследовательське судно «Бельгика». Это подарок королевства Бельгия. Уже во время следования через несколько морей украинские учёные успели провести уникальные исследования. До сьогоднішнего дня, наверное, ну, ещё никто не проходил вдоль всей Европы, через Атлантику, вдоль Средиземного моря, Браморное море, Чёрное море, такие дели, уникальные исследования, как на токсические вещества, на растворённой воде ДНК, на микропластик, то, что на сьогоднішний день. Ну, то есть мы используем настолько терминговую технологию, что некоторые из них, по своей сути, являются экспериментальными. Те, кто переболел коронавирусом, могут получить справку о перенесённом заболевании. Этот документ позволяет проходить в магазины, рестораны и другие заведения. Для того, чтобы доказать, что он переболел, он в лаборатории должен сдать тест на антитела к коронавирусной болезни, должен подойти к своему семейному доктору, и семейный доктор выпишет ему справку. Полицейские начали проверять сертификаты вакцинации или результаты ПЦР-тестов у водителей и пассажиров автобусов, которые курсируют между областями. Что до переверки сертификатов, которые есть у людей на руках, у каждого патрульного полицейского есть рабочие планшети, в которых есть ряд необходимых баз, в которых они работают. И сам там есть уже такой додаток, за допомогою которого переверяется действительность, законность каждого сертификата, который дают люди. А также, если человек используется додатком ДИЯ, там есть QR-код, который также можно переверти. В Одессе открылся всеукраинский семинар-практикум, в котором принимают участие педагоги-хореографы и артисты танцевальных коллективов. Это всеукраинский семинар, всеукраинские курсы повышения квалификации, которые мы проводим уже неоднократно. И суть в том, что мы стараемся обучать на базе нашего центра, потому что наш центр является учебно-методическим научным центром, обучать не только детей в нашей хореографической школе, но мы и взяли на себя такую миссию обучать хореографов. Для того, чтобы все хореографы могли иметь аттестаты. Обо всех этих и других важных событиях дня мы расскажем в наших следующих выпусках. Оставайтесь с нами.